МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Вы смотрите Ночные новости ТВ. Меня зовут Екатерина Лукашенко. В прямом эфире мы обсудим все самые важные события, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь. Начинаем выпуск. Аэропорт Емельянова заминирован. Такая информация сегодня поступила в Красноярскую полицию около 11 утра. Оперативники экстренно эвакуировали пассажиров и работников терминалов аэропорта Красноярска. Всего из здания вывели более 100 человек. Более часа работа аэропорта была парализована. Отложен был вылет в Иргаке. Специальные службы проверили все помещения, но взрывного устройства не нашли. После полицейские установили личность звонившего мужчины. Им оказался 49-летний красноярец, который находился в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. И около часа назад в Красноярск прилетел временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Виктор Толоконский. Рейс из Новосибирска с бывшим полпредом приземлился в аэропорту Емельянова около 10 вечера. Изначально Толоконский не планировал сегодня встречаться с корреспондентами, однако нашей съемочной группе удалось задать ему несколько вопросов. Толоконский рассказал о своих планах на ближайшие несколько недель. И, по его словам, уже завтра он активно начнет знакомиться со своими подчиненными и проведет несколько встреч с руководителями районного края. После этого Виктор Толоконский планирует лично посетить некоторые территории. Кроме того, он рассказал, что хорошо знаком с минусами и плюсами региона и хочет, чтобы его команда всегда с ним спорила. Всем говорил, что в Красноярске сильная команда. И если бы я получил назначение в какой-то другой регион, я бы, наверное, на красноярских специалистов смотрел. А в данном случае я считаю, что мне повезло. И здесь сильная команда. Но без каких-то там таких спокойных эволюционных изменений не бывает в любой системе. Поэтому ведь очень важно еще и как меня почувствовать. И Виктор Толоконский не исключает, что примет участие в выборах на пост главы региона. Я бы не хотел сейчас сделать какие-то заявления, но вероятнее всего да, сказал пока временно исполняющий обязанности губернатора края. Также он отметил, что давно хотел работать в нашем крае и связывает с Красноярском свою дальнейшую работу. Как он уверяет, едет он один, без своих новосибирских помощников. Да и кадровых перестановок на новом месте не планируют, считая, что в руководстве края работает профессиональная команда. Но не отрицает, что на новом рабочем месте ждут его и определенные трудности. Все кандидаты на пост губернатора Красноярского края, в том числе и Виктор Толоконский, пройдут муниципальный фильтр. После того, как депутаты законодательного собрания дадут старт избирательной гонки и сформируют комиссию, кандидаты должны будут подать документы. Причем на этих выборах самодвиженцев не будет. По одному участнику выдвинут политические партии. Их, кстати, на территории России более 70. После этого все кандидаты должны пройти муниципальный фильтр. Проще говоря, получить от депутатов, глав районов или городов подпись. А это значит, что за участника выборов поставить свою фамилию должны более 200 депутатов со всего края плюс представители сельсоветов. Минимум необходимо собрать 313 подписей. Причем каждый из них должен поддержать лишь одного кандидата. Дважды подписываться запрещено. И только после этого участник губернаторских выборов может зарегистрироваться и начать кампанию. Проводить встречи с избирателями, печатать листовки и расклеивать баннеры. Но вот вести агитацию в СМИ до 14 августа будет запрещено. Добавлю, что в нашем крае выборы по новым правилам проходят впервые. Предусмотрено досрочное голосование. Если ранее досрочное голосование было предусмотрено только среди избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях, то теперь все жители Красноярского края, обладающие активным избирательным правом, могут воспользоваться правом досрочно проголосовать за 10 дней в территориальной избирательной комиссии. И один из главных вопросов, который волнует жителей Красноярска, это отношение Виктора Толоконского к ферросплавному заводу. Еще будучи полпредом, он не раз встречался с защитниками экологии в Красноярске и в Кемеровской области. Ведь именно там работает крупное металлургическое предприятие, похожее на то, что планировали возводить под Красноярском. И Толоконский каждый раз подчеркивал, что заводы не должны приносить вред человеку. Об этом он говорил и на последнем экономическом форуме в нашем городе. Не может ничего быть, если не выдерживаются какие-то экологические требования. Безусловно, экологическая безопасность, стратегическое экологическое улучшение ситуации, – это основа всего. Не может быть в современном мире, в современных условиях развития производства не во благо человека. Придать тело сына земле или установить истину? Жительница Канска уже 9 лет хранит останки своего сына на складе вещественных доказательств в следственном отделе. Женщина пытается доказать, что мужчина умер насильственной смертью. Однако медицинские экспертизы это не подтверждают. Евгения Азмановская знает подробности истории. «И что, сыночек, мне? Я борюсь уже 10-й год. Вы представляете, 10-й год, не могу ничего пробить». Галина Медянцева уже 10-й год пытается доказать, что ее сына убили. Но по версии следствия, 45-летний мужчина умер от переохлаждения на улице, несмотря на то, что на его голове были найдены ссадиные синяки. Мать даже не сомневалась, что после похорон полиция будет искать убийц, но уголовное дело не возбудили. Чтобы доказать свою правду, мать настояла на эксгумации тела для проведения повторных экспертиз. И уже 10-й год останки ее сына хранятся на складе в правоохранительных органах. «Я никак не сошла с ума. Его убили и хотят свалить на то, что он замерз. Ну, разве так можно? Только по этой причине я не согласилась ни с чем и решилась все-таки вытащить его и посмотреть эти кости, которые до сих пор не захоронены. «Нет, мои силы, я не хочу показывать слезы». Адвокат Галины Афанасьиной уже 7 лет пытается доказать, что в обстоятельствах гибели ее сына следствие не разобралось до конца. «Как они сделали отказной материал, что действительно есть с чем разбираться, особенно с этими телесными повреждениями. Жалобы на действия следователя в суд, суд нам ее удовлетворяет, на этом стало тормозиться. Чего мы только не пишем, все, отказ и отказ, отказ и отказ». В Следственном комитете Каннска за 9 лет накопилось 3 тома материалов этого дела. Было проведено 5 экспертиз. «Смерть Медянцева не носит криминального характера и телесные повреждения, обнаруженные в Медянцева, отношения к причине смерти не имеют». В очередной раз тяжелой сумкой документов по делу о смерти Галина Медянцева пришла в здание, где хранятся останки ее сына. Кости лежат в отделе вещественных доказательств Следственного комитета, словно в склепе. «Я их заберу, но не сейчас, а тогда, когда они будут явно рассмотрены как положено. Я хочу справедливости. Все». Галина Медянцева намерена настаивать на очередной независимой экспертизе. Сколько еще останки ее сына будут храниться на складе, неизвестно. Евгения Змановская, Александр Сыгайдак, Новости ТВК, Каннск. «Когда будет известно о плановых отключениях воды? Уже середина мая, а информации никакой, нигде. Это вы присылаете нам свои смс-сообщения. Я напомню, 25 мая на это число намечено плановое отключение отопления, а значит, где-то же в этих числах будет и отключение воды. Свои смс-сообщения вы можете по-прежнему присылать нам на номер 9020 с пометкой ТВК, пробел и далее ваш текст. А сейчас небольшой блок полезной информации. Три года жительница Красноярска обманным путем получала из бюджета деньги, в которых она не нуждалась. На помощь ветерану пришли неравнодушные люди. Почему 90-летний мужчина оказался один без помощи родных и соцзащиты? Вы смотрите «Ночные новости ТВК» и мы продолжаем выпуск. Несколько ведер, тряпки и целлофан. Именно так жители дома по адресу Щерса 46 каждый раз встречают осадки. Из-за сильного дождя у людей сегодня снова начала протекать крыша. С самого утра людям пришлось самостоятельно закрывать кровлю и целлофан и выливать десятки ведер с водой. Жители говорят, что не раз звонили в управляющую компанию «Жилбытсервис», однако коммунальщики так и не явились. В жилфонде, а именно им принадлежит компания «Жилбытсервис», сегодня пояснили, что о проблеме знают. Крышу скоро должна переделать подрядная организация, которая некачественно произвела ремонт. Коммунальщики отмечают, что проблема с крышей появилась всего несколько месяцев назад. И раньше крупных протечек не было. Жильцы же уверяют, что кровля бежит уже давно. Такая беда идет второй год. Всего второй год. В прошлом году буря была, посрывала всю крышу. И кошмар. То хоть помаленьку текло, а потом начался кошмар. Насквозь идет. Щетчики погорели. Тоже вовремя не поменяли щитки. Ну, вся эта аппаратура. Получилось. Тоже ветер был, дождь. Короткое замыкание. Без света с 6 утра. Сразу несколько домов на улице Калинина на весь день остались без электроэнергии. И виной всему, как уверяют местные жители, дождь. Осадки подтопили электросети и повредили кабель. Вот что нам рассказала одна из жительниц домов на Калинина. Как только дождь начался, вот начал накрапывать дождь, мы уже с содроганием ожидаем затопления. Сейчас ребята нам сказали, что что вы удивляетесь, тут болото и старые электросети. Сейчас мы сходили и посмотрели на эту подстанцию, где работают. Сказали, что повреждение кабеля серьезное. Но горсеть знала прекрасно, что есть повреждение кабеля. Зачем было обманывать людей? Люди бы сориентировались уже определенно. Сейчас нет возможности у них наш дом подключить большой, поскольку он имеет порядка 300 квартир. В службе 205 эту информацию частично подтвердили. Кабель действительно поврежден и сейчас неполадки пытаются устранить сотрудники компании МРСК «Сибирь». Как нас заверили, электроэнергия в домах на улице Калинина должна появиться к 12 часам ночи. И вновь асфальт укладывают в дождь. На этот раз работы с нарушениями проводили на улице Гладково. Происходящее на мобильный телефон сняла жительница Свердловского района. На видео рабочие в оранжевой униформе как будто пытаются очистить участок дороги, которая залила дождевая вода. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, нарушений здесь нет. Это была лишь подготовительная работа, а ее, оказывается, можно проводить и во время осадков. И еще одна дорожная неприятность-неполадка. На перекрестке Каратаново и Карла Маркса провалился асфальт. Еще накануне вечером там образовалась огромная яма. Как говорят очевидцы, весь день в этом месте из-под земли фонтаном била холодная вода, которая подмыла грунт и дорожное полотно вскрылось. Как нам сообщили в службе 205, на этом месте произошла коммунальная авария. Бригада компании Краском устраняла течь и отключала от холодного водоснабжения три офисных здания. Также с утра перекрыли движение автомобилей на этом участке дороги. Сегодня коммунальщики работали на этом месте весь день. Проектировали французы, а ездить русским. В Красноярск приехали строители из Франции, чтобы наладить движение возле гипермаркета ОК. На правом берегу оказалось, что проектировали спорную развязку зарубежные специалисты. Напомню, новый участок дороги на съезде с Октябрьского моста к гипермаркету после долгих споров закрыли, так как построили дорогу незаконно. И в час пик там пробки. Однако экспертиза показала, что участок соответствует всем нормам. Сегодня представители мэрии решили, что въезд на парковку к торговому центру откроют, а съезд на переулок Сибирском так и останется под запретом, пока не подготовят разрешающие документы. Французскому строителю так и не удалось переубедить властей. Давайте посмотрим, что у нас есть. Специалисты от ГИБДД, специалисты по дороге, и найдем решение. И только потом посмотрим, кто и за что ответственный. Это же просто бумажная работа. Нет детей, чтобы купить еду, и нет возможности, чтобы выйти из дома. Лишь есть случай, который помогает одним телефонным звонком обратить на себя внимание. Ветеран войны попросил помощи у чужих людей, когда в доме не было и куска хлеба. Подробности в сюжете Юлии Афанасьевой. Вот, а так у меня вот сейчас хватитесь хлеб проверить, а у меня нету. Юрию Янкелевичу уже почти 90. Он ветеран трудового фронта и, как утверждает, на заре своих лет оказался никому не нужным. Ни социальным работникам, ни врачам, ни родственникам. Даже на 9 мая про него все забыли. Я ни на кого не обижаюсь. Судьба. Но должны же помочь. И больше мне ничего не надо. Чтоб мне помогли. А то вчера врач пришел, гавкнул на меня. И ушел. Никакой помощи. А мне помощь. Ну, заклей ты мне, чтоб не бежала на рубашку и на прочее. Старые болячки дают о себе знать. Юрий Янкелевич инвалид второй группы. И с каждым годом ему все сложнее без сторонней помощи. Убраться в доме и купить себе еды он сам не может. И совсем случайно о забытом ветеране узнала Валентина. Когда 9 мая ответила на звонок с неизвестным номером. Он просто случайно перепутал номер и позвонил 9 мая, попросил о помощи. Он решил, что звонит соцработникам. Ну, сердце в такой день не могло не откликнуться, поэтому прилетела. Купила, что могла. Ну, что увидела? Пустой холодильник, неухоженность. Слезы на глазах. Поговорили. Уже третий раз женщина навещает ветерана. Приносит продукты и говорит, что ни разу не встретилась с соцработником. Тем временем в социальной защите Октябрьского района нас заверили. Они регулярно навещают трудового фронтовика. И даже приходили накануне Дня Победы. Но дверь им никто не открыл. Сказал, не переживайте, у меня приедет племянница, приедет внучка. И они посетят меня. Но со слов племянницы он также им дверь не открыл, не захотел с ними общаться. Отношения с ветераном у родственников, мягко говоря, натянуты. Причины у них на то свои. В телефонном разговоре племянница сослалась на забывчивость пожилого человека и недопонимание в общении. Поэтому сейчас ветеран один. Без медицинского полиса, документов, которые тоже пропали. И поддержки. Проверка этого случая в соцзащите уже началась. Юлия Афанасьева, Алексей Гусев, Евгений Имачев. Новости ТВК. 100 тысяч рублей. Именно такую сумму из городского бюджета похитила одна из жительниц Красноярска в течение трех лет. Она получала субсидии на оплату услуг ЖКХ, хотя сама в них не нуждалась. Женщина возглавляла собственное ритуальное агентство. И порой зарабатывала до одного миллиона рублей. Оплачивала обучение детей. И приобретала акции различных компаний. Официально же она якобы получала лишь 10 тысяч рублей. Мошенничество заметили только после проведения проверки. Теперь женщине грозит уголовное наказание. Тем временем в Министерстве староительства и ЖКХ страны подсчитали, что только 6% жителей России являются злостными неплательщиками. И у нас в студии сегодня гость Ольга Игоревна Хандошко, заместитель прокурора Кировского района. И сегодня мы будем обсуждать как раз тему мошенничества в ЖКХ. Скажите, пожалуйста, как часто встречаются подобные случаи? На самом деле эти случаи встречаются не только в городе Красноярске. И коллеги других районов выявляют аналогичные факты. В нашем случае это порядка 7 человек, которые допустили нарушение законодательства. Следует отметить, что правила устанавливают обязанность добросовестно гражданина исполнять свою обязанность. Однако недостоверные сведения предоставлены были в данном случае в Управлении социальной защиты Кировского района. И явились основанием незаконного получения субсидий. Ольга Игоревна, скажите, а на ваш взгляд, что заставляют людей, которые не нуждаются, очевидно, в этих субсидиях, таким хитрым путем их себе получать? Ну вы знаете, на самом деле есть хорошая пословица, русская копейка, рубль бережет. И по всей видимости граждане исходят именно из-за этих обстоятельств. И, собственно говоря, если есть механизм, возможность или лазейки, как это в простонародье можно сказать, то такие способы используются. Как можно этому препятствовать? Какие способы есть выявления таких мошенничеств? Ну вы знаете, на самом деле правила, которые устанавливают, они регламентированы законодательством, краевым законом, порядке предоставления субсидий за коммунальные услуги, компенсации этих расходов. Также есть, соответственно, постановление правительства 761, которое регулирует аналогичный порядок. Ну и, естественно, 159 статья ЖК, которая говорит о том, что гражданин имеет право на получение субсидий. Но ни один из этих нормативно-правовых актов не регулирует способ контроля и не обязывает соответствующие учреждения, которые выдают эти субсидии, контролировать и проводить сверку с теми органами, которые обладают данными о получаемых гражданами доходах. Поэтому только в ходе прокурорских проверок, либо, соответственно, проверок, проводимых компетентными органами правоохранительными, либо финансовыми соответствующими органами, выявляются подобные факты. То есть есть вероятность того, что еще достаточно большое количество фактов не выявлено? Конечно, потому что это достаточно большой пласт граждан, которые получают субсидию. Здесь в данном случае не говорится о рубле, который, собственно говоря, недостоверно был указан в справке о доходах, а говорится именно о тех цифрах, которые заслуживают своего внимания. Тот факт, который освещен был нами по результатам проверки, говорит скорее не об одном миллионе, а о 15 миллионах доходах, которые получил человек за период времени. За какой период времени? За ежегодный доход составляет 12-15 миллионов у этой гражданки. А в итоге из бюджета вот таким хитрым способом... Всего лишь 100 тысяч. Всего лишь? Да. Всего лишь 100 тысяч. По меркам этого человека всего лишь 100 тысяч. Но они для нее были, видимо, очень нужны. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что за последнее время было выявлено 7 подобных случаев. Насколько у нас, получается, сократился бюджет, сколько он потерял из-за вот таких вот людей? Порядка 300 тысяч. То есть около 300 тысяч мы недосчитались. Но это причем только 7 человек. Скажите, какое наказание грозит вот таким вот людям? Ответственность за совершенное преступление, предусмотренное статьей 159-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность в виде принудительных работ, штрафа и ареста. Штраф у нас размеры до 120 тысяч рублей, а, соответственно, альтернативой тому может являться доход за год. То есть в этом случае это около 12-15 миллионов рублей? Да. А уголовное наказание предусмотрено? Ну вот это и есть уголовное наказание. В данном случае по результатам проверки нами направлено три материала об уголовном преследовании. По двум из них возбуждены уголовные дела по подобным же фактам. И, соответственно, в судебном порядке приняты меры к защите прав муниципального образования, поскольку это муниципальные денежные средства. И, соответственно, они будут возвращены в бюджет. Ольга Игоревна, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию. А наш выпуск продолжит рубрика «Блокпост». Новый русский полуостров обзаведется собственным сотовым оператором. Об этом сегодня сообщил министр по делам Крыма Сергей Савельев. Предполагается, что оператор должен заняться развитием современных сотовых сетей в новом субъекте Российской Федерации. У компании уже появилось и название «Крым-телеком». По словам Министерства по развитию полуострова, основная проблема Крыма в том, что там практически отсутствует конкуренция между сотовыми операторами. Большую часть территории занимают украинские компании. Российским властям сейчас необходимо снизить цены на переговоры с полуостровом. Блогеры, в свою очередь, подметили, что с введением нового оператора должен подешеветь и беспроводной интернет. А это значит, что на пляже будет веселее. 16 миллионов долларов именно за такую рекордную стоимость был продан на аукционе один из самых дорогих в мире камней. Бриллиант цвета желтого нарцисса обрамлен в благородный металл и весит более 100 карат. Первым владельцем драгоценного камня был известный знаток и коллекционер из Южной Африки. Имя нового обладателя камня не разглашается. Пользователи сети немедленно отреагировали на дорогую покупку, и большинство сошлись во мнении, что есть в мире камни и красивее. Другие же написали, что некоторые просто завидуют такому богатству покупателя. Учитель заставляет школьника курить сигареты. Такое шокирующее видео появилось накануне в интернете. На одном из уроков преподаватель говорит, чтобы ученик сделал затяжку, вдохнул в легкие, а после выдохнул в марлевую повязку. Действие происходит в одной из школ Нижнего Новгорода, при этом в классе присутствуют и другие ученики. И создается впечатление, что такое происходит не в первый раз. После нескольких затяжек педагог якобы еще и просит ученика попробовать опилки. По данным многих федеральных СМИ, после этого инцидента преподавателям заинтересовалась прокуратура. При этом пользователи сети на форумах вступились за педагога и заметили, что предлагает закурить он ученику, который уже давно страдает от вредной привычки. Сейчас ты прикуришь сигарету и сначала ты вдохнешь в легкие и выдохнешь через марлю, а потом забычкуешь и докуривать будешь после уроков. Оказались в долговой яме. За последние три года госдолг Красноярского края вырос в два раза, а показатель платежеспособности только за прошлый год упал до 84%. Такие данные приводит счетная палата России. Ведомстве завершили контрольную проверку эффективности долговой политики ряда регионов и пришли к неутешительным выводам. Пять субъектов Российской Федерации, в том числе и Красноярский край, не в состоянии на 100% выполнять хотя бы первоочередные обязательства за счет собственных доходов. Речь идет в том числе и о исполнении указов президента по росту зарплат в бюджетной сфере. По итогам проверки, счетная палата России рекомендовала региональным властям в числе прочего разработать комплекс мер для снижения темпов роста госдолга. Соответствующие информационные письма направлены главам регионов. Отмечу, на 1 апреля 2014 года госдолг Красноярского края составил 54 миллиарда рублей. Не так давно и чиновники, и депутаты обсуждали пути решения этой проблемы за закрытыми дверями в Красноярске. И пока понятно только одно. Нас ожидает существенная корректировка бюджета. А я напомню номер для ваших смс-сообщений 9020, пометка ТВК, пробел и далее ваш текст. А пока прервемся на рекламу. Вы смотрите ночные новости ТВК. Да, и сейчас время спецрасследования. Мы продолжаем тему об испорченных водительских правах. По словам автовладельцев, метки на удостоверениях ставят именно инспекторы ДПС. Ручкой или иголкой они оставляют шифрованные знаки. Автор проекта Екатерина Мут разбиралась, за что водителям на фотографии прокалывают глаза или сердце. На этой видеосъемке инспекторы ГАИ пытаются вернуть автовладельцу испорченные права. Именно это утверждает Дмитрий, житель города Кемерово. Молодого человека остановили за грязные номера, но водитель их сразу же помыл. После чего между автомобилистом и инспектором ГАИ возник спор. При воззвании документов я обнаружил, что мои права были истыканы шариковой ручкой. А глаза, плотные, уши, после этого я отказался их запирать. Просто поражен. Ну ладно, 6-7 лет назад там было, а сейчас я их давно не слышал. О порче прав Дмитрий написал заявление в полицию. Ему пришел ответ. Из предоставленной видеозаписи инспектора ДПС Коржова АВ. Факт порчи водительского удостоверения не усматривается. Видеосъемку, которую сделал сам водитель, в полиции рассматривать не стали. Ну здесь на плече видно точку, которая сделана не случайно, а целенаправленно. Даже присматриваться не надо. Еще одна похожая история и уже в нашем городе. Случилось это совсем недавно. Автомобилист Андрей Колган отлично помнит день, когда обнаружил на своих водительских правах прокол. Нас остановили на театре опербалета. Я с ними совсем соглашался и говорю, ну ради бога, поедем себе в КНД, куда угодно. Потому что я знаю, что я прав, я не пил, не курил. В итоге они полчаса меня продержали в машине. Потом уже, когда отпустили меня, появилась на моих правах точка какая-то. Я сначала думал, может быть, я как-то проткнул сам случайно. Но тут видно, что она не случайно появилась. Мы попытались узнать, что за экипаж дежурил, когда у нашего героя появилась метка на правах. Но дежурную группу установить не удалось. В полку ДПС говорят, в подобных случаях нужно сразу писать заявление. В ответе указывается полная вся проведенная информация, полные сведения даже об экипаже. Поэтому я думаю, той информации, которая будет изложена в ответе, будет достаточно автолюбителей, чтобы либо удовлетвориться ответом, либо не принять его. Проколы на водительском удостоверении – это свой язык между дорожными полицейскими, чтобы сразу понимать, какой перед ними водитель. К примеру, точка или прокол на шее – любитель выпить. На ухе будет оспаривать протокол в суде. Помечен рот – ругается с инспектором. Глаза – злостный скандалист. Отметка на носу – нарушает правила, сам предлагает взятку. Точка на лбу – торгуется с инспектором. На груди – общается мирно, можно отпустить. Сами автомобилисты такими негласными сигналами явно недовольны. Однако на сегодняшний день в Красноярске официально не зарегистрировано ни одной жалобы на порчу удостоверений. Екатерина Мук, Евгений Имайчев, Новости ТВК. Дерево в честь ребенка. В первом родильном доме в Солнечном сегодня появилась аллея молодых родителей. Где каждая семья, чьи дети появились на свет именно в этом учреждении, смогли посадить саженец с именной табличкой малыша. По задумке авторов, именно сюда смогут приходить мамы с детьми, ухаживать за деревом и смотреть, как оно растет. Идея акции – воплощение в жизнь основных задач человека, а именно посадить дерево, воспитать сына, построить дом. Другую часть саженцев уже следующие молодые родители смогут высадить 7 июня. Мы посадили рябину в честь нашей дочери Зои Банниковой, которая родилась здесь 12 апреля этого года. Мы выбрали дерево, соответствующее гороскопу дочери. Это рябина. В Красноярске наконец появится выделенная трасса для велосипедов. Такое решение приняли в мэрии. Кроме того, власти намерены создать сеть парковок для велосипедов по всему городу. Всего планируется построить 11 таких объектов, в том числе на площади Революции, острове Татышев, у стадиона «Локомотив» Академии Биатлона. Напомню, идея организовать велопарковки принадлежит депутатам горсовета. Несколько из них даже готовы придвигаться на велосипеде по городу. Так, на последнюю сессию депутат Константин Сенченко приехал на двухколесном транспорте, у которого, к слову, потом украли зеркало прямо возле здания администрации. Народные избранники предложили создать велопарковку и перед зданием мэрии. Эдхам Акбулатов эту идею поддержал. А красноярцев приглашают проверить свои физические возможности и сдать нормы ГТО. Сделать это можно в любой желающей возрасте от 6 лет. Акцию на дворовых площадках города проводит Центр спортивных клубов и Ассоциация развития студенческого спорта. Всем участникам предложат испытать себя в нескольких дисциплинах. Это отжимания, подтягивания, прыжки в длину и челночный бег. Напомню, что вернуть в стране нормы ГТО решили еще в прошлом году. А на ваших экранах сейчас список дворов, в которых можно будет доказать готовность к труду и обороне. А сейчас погода в городах края. Редактор субтитров А.Семкин В Красноярске ночью плюс 4, днем плюс 13. Облачно, небольшой дождь. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Давление 740 миллиметров ртутного столба. Вы смотрите ночные новости ТВК и сейчас вернемся к вашим смс-сообщениям. Когда будет разметка на дорогах? Чем занимаются дорожники? Возле сибирского городка на Матэ-Залке у домов Ястынская 13, 17 и 17А дорога как после бомбежки. Асфальта нет, яма на яме, машину тонут в огромных лужах. Но такая ситуация не только на Ястынской, к сожалению. Будем надеяться, что хотя бы к концу лета дороги в Красноярске приведут в порядок. Ну уж точно к выборам-то они будут в полном порядке. Также вы в Красноярске продолжаете обсуждать тему отставки губернатора Льва Кузнецова и появление исполняющего обязанности Виктора Толоконского. Вот несколько смс-сообщений. Нужен свой человек в губернаторы, которые работают не на Москву. Хватит нам чужаков. Еще одно смс-сообщение. А почему бы не назначить губернатором нашего красноярца? Хороший вопрос. Я думаю, на выборах у нас будет такая возможность. Каждый из нас может отдать голос за желанного для нас кандидата. А может быть нам взять пример с Донецка, а потом выбрать себе власть? Такая острополитическая тема затронута. Законно ли навязывание страховых доп.услуг при покупке ОСАГО? Эта тема, кстати, неоднократно обсуждалась. Сейчас многие автолюбители, которые пытаются застраховать свой автомобиль, сталкиваются с проблемой. Не могут купить ОСАГО. Обязательно страховые компании предлагают дополнительно приобрести еще страховые. Например, страховку от клещей или страховку жизни своей. И пока с этим ничего не получается сделать, как нам объясняли в антимонопольной службе, нужно обращаться к ним с письменным заявлением, и тогда они смогут что-то сделать. Пока даже начать проверку они не могут. Еще вернемся к СМС-сообщениям. Алексея Клишко вижу губернатором. Кстати, пока Алексей Михайлович не заявлял о желании баллотироваться в губернаторы, но посмотрим, все может быть у нас. Почему наша власть издевается над своими жителями и ничего не делает? Бедные люди с Солнечного, Северного, да и всех удаленных районов. До работы доехать каторга с работы испытаний. Это, видимо, по поводу пробок. Кстати, в последнее время они действительно стали уж очень злыми, если так можно выразиться. А вы смотрели ночные новости ТВК. Я напомню, наш телефон 265-45-00, адрес в интернете tvk6.ru. Увидимся завтра в 11 часов вечера. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова